Охват тестирования на коронавирус в регионе поддерживается на стабильно высоком уровне. В помощь специалистам более 40 тысяч тест-систем. Если в начале августа в среднем в неделю на 100 тысяч населения обследовали 826 человек, то к концу августа уже более 1200. Именно с этим врачи связывают и прирост выявляемых случаев заболевания коронавируса. По большей части у тех, кто переносит заболевание бессимптомно или с признаками ОРВИ. Заболеваний вне больничной пневмонии стало меньше на 6%. Мы продолжаем отмечать рост заболеваемости островеспираторной вирусной инфекции. В то же самое время мы видим полномерное снижение количества вне больничных пневмоний. Для нас это является фактором уменьшения тяжести заболеваний в целом, несмотря на то, что увеличивается количество других зарегистрированных случаев ОРВИ. С другой стороны, мы стали выявлять этих пациентов на ранней стадии. И есть определенная вероятность того, что увеличение количества ОРВИ в ближайшее время трансформируется также в увеличение количества пневмоний. В регионе идет подготовка к осенним заездам в санаторные центры. Десять таких учреждений подтвердили готовность в полном объеме выполнять все рекомендации. Сейчас продолжается вторая смена в 33 учреждениях отдыха и оздоровления детей. Из более чем 5 тысяч детей свыше 400 оздоравливаются за счет средств областного бюджета. Всего за обе смены было охвачено более 13 тысяч детей. Члены штаба также обсудили необходимость усиливать работу по тестированию сотрудников на предприятиях и рекомендовать руководителям в первую очередь уделять внимание тем, кто вернулся из отпуска. Сейчас уже, я так понимаю, сотни наших земляков возвращаются из-за границы. С 1 августа открыто ряд стран, ряд направлений. Наверное, уже активно едут, прилетают в три аэропорта, потом возвращаются в Самару. Мы о них ничего не знаем. Вопрос о том, будет ли проходить в этом году Кубок губернатора КВН-2020, поднял руководитель Департамента молодежи Министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев. Он заявил, что в случае проведения будут приняты все меры безопасности. Это в том числе и рассадку с учетом социального дистанцирования не более 50% посадочных мест. Предполагается убрать все массовые сцены, ограничить возможность участия одной команды, не более 12 человек, допускать совместный выход команд на сцену, соответственно, на какие-то массовые сцены, и соблюдать все необходимые обработки всего технического оборудования. Соответственно, для каждой команды отдельный комплект микрофонов, которые будут обрабатываться после каждого номера. Региональный штаб одобрил проведение Кубка губернатора как важного для молодежи, но рекомендовал сократить количество мест до 30-40%. Виктория Шаре, События.